В ускорении цифровой реальности и повседневной суете мы не позволяем себе остановиться, и потому не ощущаем дыхание истории, ее великих событий в сохраненном для нас сегодняшнем наследии предков. Не считаем важным вспомнить о вечных ценностях русского народа. Между тем, есть в Москве поистине уникальное место, где как будто время замерло в светлом покое, а сама жизнь идет по-особому. Это Преображенский монастырь, духовный центр старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия. Вот уже более двух с половиной веков он дарит прихожанам веру, надежду и любовь. Здесь истоки понимания, что жизнь – это нечто большее и важное, чем наши обыденные заботы, обиды и даже успехи. Своё начало монастырь берет в 70-х годах XVIII века. Эпидемия чумы вот уже два года бушует по миру, со смертельной заразой не могут справиться и в Москве. Самое тяжелое время пришлось на сентябрь 1771 года. Количество умерших перевалило за 20 тысяч. Больницы не справляются с потоком заболевших, тела не успевают хоронить. Паника и хаос охватывают Москву. Именно в эти тяжкие времена община старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия во главе с Ильей Алексеевичем Ковылиным в помощь московским властям строит рядом с селом Преображенским несколько карантинных бараков, небольшую часовинку и кладбище близ нее. Так начиналась история Преображенского монастыря, духовного центра старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия. Преображенку населяли в основном старообрядцы, но они были на домашней молитве, у них не было особых храмов. И вдруг, когда пришла чума в Москву в 1771 году, староверы не побоялись хоронить этих чумных больных, отпевать их. Община старообрядцев-федосеевцев уже имела немалую историю, а создание Преображенского карантина, впоследствии ставшего монастырем, дало отсчет новой вехи в истории общины. Молитва, сострадание и надежда на милость Божию царили здесь, вопреки состоянию всеобщего ужаса, которое охватило Москву. За первые четыре месяца работы карантина от чумы излечили 600 человек. Многие из них сразу приняли крещение. В начале 1772 года распространение чумы в Москве удалось замедлить, а вскоре эпидемия остановилась. Я думаю, что народ сразу и не понимал вообще, как это все разовьется. Я думаю, даже правители Руси тоже не все понимали. Это был Божий промысел, и только потом, с годами, мы все поняли, насколько правильный был сделан выбор в отношении своей веры. Смирение в тяготах и стойкость в преодолении испытаний, коих выпало немало на долю насильников и прихожан монастыря, позволило сохранить это уникальное место до наших дней. Исторически Преображенский беспоповский монастырь – это всегда был всероссийский, если не мировой центр старообрядцев-федосиевцев беспоповского согласия. Вера Христова, когда-то пришедшая на Русь в конце первого тысячелетия и объединившая ее народы, пронесенная нашими предками через столетия испытаний, встретилась в 1651 году с реформами патриарха Никона. Для верующих это был жестокий удар, однако смирились далеко не все. Русь настолько была крепка и крепка своей верой, что всегда были попытки с Запада и от католиков, и от прочих, расколоть веру нашу. Нужно было сломать устои. И поэтому попытки были всегда для того, чтобы люди не сплочались так сильно вокруг своей страны. Ведь вера православная, она умная вера. Понимаете, это же не просто ходить, там бить поклоны. Это все время думать об этом, все время сосредоточенно думать об этом, все время с Господом пребывать. И вдруг у тебя твои отношения с Господом меняют. Причем меняют достаточно коренным образом. Меняют поклоны, меняют крестное знамение. Такие оплоты, оплоты веры, которые из поколения в поколение передавались. И вот вы привыкли жить в одном ключе. В семье у вас лад, дети вас слушаются. И вдруг приходит к вам дядя и говорит, что вы неправильно живете. Что у вас все неправильно. И давайте мы вам поменяем, и вы жить будете лучше. А мы говорим, мы не хотим менять ничего. Оставьте так, как жили наши деды и прадеды. Ничего другого нам не нужно. Нам не нужно ни материального, ничего. Оставьте только вот это. Потому что для нас это все главное. Тысячи гонимых старообрядцев, спасаясь от преследования как светских, так и официальных церковных властей, находили пристанище в удаленных общинах по всей России. Одной из таких общин была Выговская Лексинская обитель, куда после того, как в Москве спала эпидемия чумы, отправились по решению Федосеевского собора делегация во главе с Ильей Алексеевичем Ковылиным. Именно по образу и подобию этой знаменитой обители старообрядцев и будет в дальнейшем создан Преображенский монастырь. Его традиции предков бережно сохраняются столетиями и неизменно вызывают уважение. Ковылин Илья Алексеевич собрал сильных, сильных, грамотных отцов со всей Руси матушки. И они воспитывали, и они профессионально обучали молодежь. И молодежь разъезжалась по всей Руси уже грамотная, поставленная. И они становились наставниками, уставщиками в той области или в той, или в другой. Отсюда, это здесь был центр обучения. И поэтому отсюда растекались все. Здесь были соборы, здесь были съезды, собирались люди. И отсюда поставляли кадры для храмов, для моленных. 27 лет строился новый монастырь. Община жила размеренной жизнью, число монахов и прихожан постоянно росло, работали детский приют и богодельня. Благодаря стараниям Ковылина, царем Александром I, монастырю был придан официальный статус и название Преображенский богодельный дом. Это важное достижение для общины потребовало от Ильи Алексеевича много сил. И 21 августа 1809 года, возвращаясь с долгожданным приказом из Санкт-Петербурга в Москву, Илья Алексеевич умирает. Его похоронили на Преображенском кладбище, близ Никольской часовни. И по сей день его могила особо чтится. Именно вот здесь были похоронены первые умершие от чумы, старообрядцы, москвичи, старинных могил здесь, к сожалению, не сохранились. Но зато сохранилось надгробие основателя старообрядческого кладбища и самого первого и главного человека в Федосеевском-Старопоморском согласии Ильи Алексеевича Ковылина. Илья Алексеевич Ковылин – незаурядная, великая личность в истории старообрядчества, в истории русской культуры, потому что именно он здесь, на берегу Хапиловского пруда, и стал строить с 1771 года огромный старообрядческий монастырь – женскую и мужскую половину. После смерти основателя общину ждала очереда невзгод. XIX век стал суровым испытанием для прихожан и монахов Преображенского монастыря. Но сломить дух общины не удалось. Бережное сохранение традиций, строгие моральные ориентиры помогли выстоять в то непростое столетие. Что-то такое в нашей жизни происходит, какие-то мгновения, которые заставляют тебя в ту или в другую сторону пойти. И вот одно из таких мгновений – это вот дедово молитва. Дедово молитва ночью, не на показуху, ночью, пока мы спим. У него была такая шторка матерчатая, такой ситец такой. Он закрывался, такой маленький храм делал, закрывался этой шторкой. Я просыпался ночью, потому что, значит, он так тихонечко-тихонечко читал. Он никогда не молился за счет времени, которое предназначалось для нас. То есть он всегда отмаливал все свои правила ночью за счет своего сна. И это очень важно, потому что это для меня пример. Можно встать утром, значит, всех заставить своих домашних замереть, пока отец молится, там то-то-то-то. А можно сделать это ночью, пока все спят. И когда они проснутся, ты уже все свои дела с Богом положенные, каждодневные сделал. Старообрядцы заложили основы предпринимательской деятельности в России. Первыми начали создавать отечественную хлопчатобумажную и шерстяную промышленность, применяя свободный наемный труд. Раньше это были не только отдельные деревни, но и целые районы, регионы, где компактно проживали старообрядцы-крестьяне. Это были промышленные районы, как, в частности, подмосковные мануфактуры старообрядческих купцов, где все население были принадлежащими к одной и той же древнеправославной вере. Старообрядцы внесли неоценимый вклад в развитие индустриального прогресса в России. Старообрядцы-предприниматели первыми закупали за рубежом современное техническое оборудование. Их вклад в экономике громадный, потому что вся, как сегодня говорят, легкая промышленность, текстильная промышленность была построена руками старообрядцев в 18-19, в начале 20 века. Поэтому это сосредоточено было здесь, на старообрядческом кладбище, конечно, память о тех людях, которые строили из фабрики, заводы в Москве, Подмосковье, в Центральном промышленном районе, которые создавали, в общем-то, мощь и славу России. В среде староверов забота о процветании родного края, благотворительность и помощь нуждающимся были не только обязанностью, но и потребностью души. Вот типичное захоронение богатой купеческой семьи Любушкиных. Любушкины в истории московского старообрядчества играли очень большую роль. У них в районе Лефортово была маленная, ее так и называли в народе Любушкинская маленная, которую потом при царе, в общем-то, ликвидировали, даже разгромили, но она дала жизнь целым нескольким маленным последующим. Поэтому Любушкиных семья, она известная очень в старообрядчестве. Немало старообрядцев стали основателями крупнейших художественных коллекций России. Бурылин, Солдатенков, Щукин. Даже за рубежом гремела слава Третьяковской картинной галереи и ее создателя, старообрядца и мецената Павла Третьякова. Мы с вами находимся в глубине Преображенского кладбища, даже в конце его исторической части. Сюда редко кто доходит из тех, кто смотрит часовню, смотрит могилу Ковылина. Именно здесь находится, пожалуй, самый высокий, самый величественный надгробный памятник в старообрядческой Москве. Это часовня над могилой Викулы Елисеевича Морозова. Предприниматель, владелец фабрик, заводов подмосковных. Но важно еще то, что он один из первых в среде Морозовых стал собирателем, икон, собирателем древнерусского искусства, как потом стали говорить. К сожалению, в течение многих десятилетий эта часовня была разорена наполовину разбита, вся в трещинах, и только благодаря финансовым вложениям московского правительства вот буквально год назад закончена реставрация этого уникального величественного памятника. В начале 20 века Николай II прекратил преследование старообрядцев. 1 августа 1905 года на территории Преображенской обители раздался первый разрешенный колокольный звон. Были открыты типографии, школы для мальчиков и девочек, больница для неимущих христиан. В общем, первое, что мы начали строить, это построили больницу как раз в 1912 году. Это больница, в которой, значит, мы лечили на свои деньги, лечили там всех, не только староверов, а всех, кто нуждался в этом. И в 1914 году она уже принимала первых раненых с империалистической войны, с 1914 года. Переворот 1917 года – это настоящая трагедия начала 20 века в России. И старообрядцы оказались идейными противниками молодого советского государства. И в 1918 году монастырь закрыли, монахов здесь поразгоняли, они разошлись, и корпуса заняли посторонние организации. Нравственные принципы, духовные идеалы старообрядцев были чужды новым хозяевам. Большая часть церковных строений была отобрана большевиками для своих нужд. И как апофеоз Октябрьского переворота, уже в 30-е годы на территории женской части монастыря открыли колхозный рынок, который существует до сих пор. 70 советских лет нанесли очень серьезный удар по старообрядческому укладу жизни, по старообрядческому быту. Целые социальные слои, такие как крепкие крестьяне, казаки, купечество, те, которые в значительной мере до революции принадлежали к староверам, эти социальные слои просто были ассимилированы, или были, так сказать, физически уничтожены, или были перемешаны с городским населением в ходе процессов урбанизации. То есть крепкие старообрядческие деревни, где все жили, единая община исповедовали одну веру, казацкие станицы, купеческие сообщества в городах, фабрики старообрядцев, предпринимателей, где и сам фабрикант, и все рабочие исповедовали одну и ту же древнеправославную веру. Вся эта социальная основа за период советской власти была разрушена и за счет атеистических преследований, и за счет таких процессов, как коллективизация, и просто за счет урбанизации, когда сельское население в массе оставляло свой привычный вклад жизни и переезжало в города. То есть социальная база старообрядчества оказалась очень сильно подорвана в советский период. И до сих пор еще монастырь не освобожден от нецерковных организаций. Здесь еще находится невестная охрана, здесь находится рынок преображенский, который на территории. Монастыря находится, по-моему, единственный вообще в мире монастырь, на территории которого рынок происходит. В конце 80-х положение понемногу стало меняться. Монастырю передали часть зданий, разрешили проводить службы. Многое, конечно, было потеряно, но то, что, казалось бы, исчезло навсегда, за время советской власти, на самом деле сохранилось. Это вера, которая уже не однажды спасала и объединяла Русь. С момента, когда старообрядчество избавилось от тех ограничений на деятельность религиозных организаций, которые налагал советский режим законодательства о религиозных культах, старообрядчество начало возрождаться в нашей стране, потому что открылись возможности для восстановления разрушенных или закрытых храмов, для различного рода просветительской деятельности, для забот по сохранению культурного наследия, для воспитания подрастающего поколения. Ну и, в частности, стали возрождаться, восстанавливаться исторические центры старообрядчества и в Москве, и в других регионах нашей страны, и Рогожский поселок, исторический центр старообрядцев-поповцев, и наш Преображенский старообрядческий монастырь постепенно, с начала 90-х годов, стали освобождаться от посторонних пользователей, от организаций, которые появились здесь в советский период, и шаг за шагом, начиная с 90-х годов, шло возрождение старообрядческих исторических центров, старообрядческих храмов, увеличивалось число прихожан, развивается, может быть, не очень быстрыми темпами, но развивается и старообрядческое книгоиздательство, образовательная деятельность, то есть в этом смысле можно сказать, что старообрядчество впервые за всю свою историю стало жить в условиях, когда государство перестало быть враждебным по отношению к старообрядцам, потому что и в дореволюционный период до 17-го года, и в советский период старообрядчество жило в условиях стеснения и религиозной несвободы. И впервые в 90-е годы старообрядчество оказалось в условиях, когда больше никто не преследовал за веру, не мешал людям жить, верить, молиться, устраивать свой церковный семейный уклад в соответствии с их традициями. Самой главной традицией старообрядчества является почитанием своих духовных наставников, своей семьи, своих родителей, а также почитание своих церквей, своих церковных книг. И, естественно, передавать следующему поколению, это является составной частью и очень важным для жизни каждого старовера. За все времена гонений судьба раскидала старообрядцев по всему свету. Китай, Канада, Аргентина, Бразилия, Уругвай, Австралия, Новая Зеландия, США, Эфиопия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Польша, Германия, Австрия, Украина. Однако на протяжении многих десятков лет, вдали от родины, они сохраняли традиции предков. Преображенский старообрядческий монастырь является уникальным местом для многих поколений староверов, которые волею судьбы оказались разбросаны по всему миру. И для них существование данного монастыря является тем стержнем, тем центром, посетив который и даже зная его нахождение, достаточно серьезно влияет на их культуру, на их мировоззрение. Они знают, что могут передать детям свою историю. И поэтому, когда к нам приезжают в гости из Латинской Америки и даже из постсоветского пространства, из Европы в том числе, они ходят по этому монастырю, они видят те памятники архитектуры, которые удалось сохранить, те памятники на кладбище, которые до сих пор в достаточно хорошем состоянии сохранились. В начале 20-х годов Россию через Китай стали покидать тысячи верующих. Они расселялись практически по всему миру. Пришел коммунизм, началась коллективизация, и тут стали запрещать, чтобы возможность молиться, молиться, верить в Бога, исповедовать веру, то были вынуждены уйти в Китай. Ушли тогда в Китай и прожили там 40 лет, до 1958 года. Уже в 1958 году уже были тогда рождены мой отец и мать, китайцы тоже, и тогда уехали, не ошибаюсь, кораблем Белого Креста в Бразилию. Но, слава Богу, времена меняются, и сейчас старообрядцы могут вернуться на свою историческую родину. В России уже несколько лет действует государственная программа по переселению соотечественников, о чем в 2006 году президент России подписал соответствующий указ. Все, чьи предки жили в России, но были вынуждены ее покинуть, могут вернуться обратно. Таким образом, хотя и спустя много лет была восстановлена историческая справедливость. Я знаю, что им все-таки пошли навстречу, дают им много земли, и вот и по 200 гектаров дают, и по 300 гектаров дают на семью. И, в принципе, это минимально то количество земли, которое нужно для того, чтобы и скот там содержать, и что-то засеивать, и, в общем-то, жить, и, я думаю, родине помогать с продовольствием. Это они умеют, это у них все получится, они не боятся. Обитель возрождается, и свой 250-летний юбилей она встречала, пройдя немало испытания, но не утратив тысячелетнюю веру предков, сбереженную для нас. Это как духовные центры. Я думаю, это очень важно для людей, как сказать, для миру, для мирян, которые ходят к рубке этого монастыря и знают в каком-то образе. Монастырь, он все-таки, и где находятся люди, которые отдадут свою жизнь на молиться Богу. Человек придет, но знает, что тут духовный центр, где можно обратиться к Богу, где тут никто на его не будет смотреть. Просто он тут спокойно подумает, поразговаривает с Богом на своем языке, по своему желанию. За 250 лет многое в мире и людях изменилось. Но дух старообрядчества, хранимый в стенах монастыря, жив в нем, как и прежде. Прихожане стремятся сюда, и каждый обязательно находит здесь что-то свое, всегда важное сердцу, не мимолетное. Без принятия великого прошлого у веры, как и у страны, не может быть великого будущего. Преображенский монастырь, духовный центр старообрядцев, без поповцев, федосеевского согласия, сегодня часть богатейшего и неисчерпаемого культурного наследия России. Наследие, величие которого потомкам еще предстоит осознать, а значит, мы обязаны сохранить его для новых поколений. Субтитры создавал DimaTorzok